Спасибо, что вы есть и что вы не сдаетесь. У вас чистая, красивая, яркая душа. Ваши картины потрясают. Столько радости и тихой грусти. Вы талантливы, умеете рисовать. Надеюсь, вы найдете свою картину. Ее пока здесь нет. Дай Бог вам света. Дай Бог умиротворения души и любви. Все это хочется унести в себе, с собой. С этим хочется жить и начинаешь понимать, что жить вообще стоит. Кто посетил вашу выставку, почувствовал, что все не так плохо на свете в наше страшное время. Сережа, ты одинокая душа, но понимаешь и помогаешь всем. Все это написали люди, пришедшие на выставку картин Сергея Поползина. Ему 31 год. Рисовать начал давно. В июле 91-го состоялась его первая персональная выставка. Потом картины Сергея Поползина видели в городах Польши, Австрии, в Москве. И вот Санкт-Петербург. Казалось бы, счастливая судьба художника. Если бы не одно, Сергей слеп. Уже шесть лет он не видит. В мире нет случайностей. Ничего не зря, все не случайно происходит. Много там всего было. Не знаю, как рассказывать. Друзья тогда собирались, помогали. И какая-то вот совесть вроде бы не пускала снова доделать то, что вот вроде не получилось с первого раза. Ну, думал, поживу, порисую, с долгами рассчитаюсь. А потом понял. Дальше немножко. Пожил. Дошло, что жизни одной не хватит. Со всеми долгами рассчитаться. Со всеми нематериальными долгами. Это долги другого порядка. Теперь есть мысль жизни. Я настолько задолжал людям хорошим, добрым. А чем вы им отдаете? Чем могу. А чем можете? Картинками. В том самом девяностом, когда очень больно было, чего хотелось больше всего сделать? Сделал. Тогда как-то не совсем хорошее тогда. Вообще много всего скопилось. Хотелось просто исчезнуть. Не быть. Нигде. Ни на земле, ни во вселенной. Так устал. Столько всего случалось. Не совсем хорошего. Сейчас наоборот. Раньше. Раньше многое не замечал, не видел. Доброты-то больше. Слава Богу. Сейчас видите? Сейчас, да. Интересно. Езжу много уже в разных городах, где только не был. И в этом есть своя польза, свой плюс. Что не мешает этот зрительный ряд. Все эти рекламы, киоски, дома, одежда, погода, солнце. Ничего не мешает. И воспринимаю непосредственно как-то, ну, не знаю, как это назвать, атмосферу, дух, что ли, города. У каждого свое лицо интересное. Здесь вот, в Питере, это что-то такое. Не знаю, как сказать. Я как будто здесь давным-давно родился и давным-давно здесь был. А во что вы верите? В закономерную случайность. Ну, пытался сам уйти на тот свет, но дали понять. Дошло наконец. Не от меня это зависит. Не себе я принадлежу. Я не бог, чтобы решать. Не я себе дал жизнь и не имею права ее отбирать у себя. Моя задача. Весь этот окружающий мир впитывать, переваривать и переработанность краски выкладывать на холст. Как вы рисуете? Беру краски и смешиваю, накладываю туда, куда надо. Кто указывает, какую краску? Все краски в одинаковых тюбиках. Сходили в магазин, пришли, сели за стол. Мне читают название, которое на тюбике я беру и на крышке тюбика вставлю свои метки, своя система. Холст натягиваю, пока это подрамник, пока что-то, привыкаю к нему, общукаю, сразу, ну не знаю. Знакомлюсь? Знакомлюсь, да. А потом уже, если бы идея была, исполнить дело второе. Ну и иголки втыкаю, две, три, пять. Самые важные места, центры композиции. А потом относительно их уже ориентации. А почему палитра такая? Очень много красного. Каждый цвет, это определенная буква. И красный, красный с черным. Сочетание такое, не знаю, это довольно яростный цвет. Но в то же время я пытаюсь в этой ярости, в этой самой красноте найти что-нибудь другое. Все неоднозначно, не так уж, не выглядело, как всего мы. У каждой медали есть другая сторона. В красном найти не эту ярость, а какой-то покой, какую-то красоту. Здесь важно не разучиться мыслить, думать, воспринимать этот мир так же, как в детстве. А где больше всего нравится жить? На земле. Все, езжу, езжу, езжу. И прошлый год был, и самолеты поезда, и туда, и сюда. И лично идущий. Вся жизнь дороги. Везде в гостях. Ну, это хорошо. Да, вот, помогаем, друзья, и вроде все, и все нормально. А с другой стороны, я как был сам глубоко одинок, сам в себе, в своей пустыне сижу, и не могу разобраться, что же я. Есть такое. Когда мы прощались, я пожелала ему когда-нибудь стать не таким одиноким, как сейчас. Он помолчал немного, а потом сказал спасибо. И мне показалось, что для него это надежда на счастье. Сергей, пусть будет согрета твоя душа. Божий дар, данный тебе, есть дорога трудная, и по снегу, по холоду ее не осилить. Ты видишь солнце, так пусть оно тебя согреет.